Всем привет! В этом видео я покажу свою недавнюю, от 18 января 2023 года, пленарную зарисовку из городка Эс. Эс это совсем небольшая деревушка или городок, знаменитый своей парфюмерной фабрикой Фрагонар. И находится он в горах недалеко от Ниццы, примерно что-то около получаса езды на машине. На самом деле в сам Эс мы подниматься не стали, потому что увидели хорошую обзорную площадку у самого въезда в город. И я решила последовать самому главному пленарному правилу, рисовать первую попавшуюся натуру, более-менее пригодную для этого, конечно. Не посчитать, сколько этюдов я не сделала, только потому что уходила искать какую-то более-менее удачную натуру или более удачное место. С обзорной площадки как раз виден Эс с обратной стороны. Разрушены крепостные стены на самой верхушке, немного домиков, но по большей части это скалы и растительность. Брала я с собой небольшой походный набор. Гуашь в вакуумной палитре на 12 цветов. И в набор входит стакан. Эту палитру стакан можно найти на Алиэкспресс, но я брала ее у Малевич. Пару кистей и в качестве дополнительной палитры для замесов я взяла пластиковую крышку от контейнера. Она как раз была среднего размера, примерно А4, наверное, и хорошо поместилась в мой рюкзак. Сама гуашь у меня старый мастер от Гаммы. Рисовала я сразу плотными слоями, стараясь примерно попадать в оттенок и тон. Учитывая, что гуашь при высыхании местами посветлеет, а местами потемнеет в зависимости от замесов. Сейчас эта техника рисования гуашью кажется мне самой подходящей для рисования с натурой и на локации. Я не пытаюсь работать гуашью в акварельной технике, сначала заливая всю поверхность работы. На практике оказалось, что это только удлиняет весь процесс, а делала я так довольно часто. А я стараюсь держаться во временных рамках, и это примерно около часа. Получается такой рендер как бы от куска. Хотя в целом я больше люблю рисовать и писать, работая по всей поверхности листа или холста. Люблю делать общие заливки, чтобы цвета перетекали один в другой. И это касается и того, когда я работаю с акварелью, и когда я работаю с гуашью. Бумага у меня была 100% хлопок от DMD. У нее довольно выраженная приятная фактура, и на ней здорово делать фактурные мазки сухой кистью. Что я и делала, но это уже ближе к концу работы. Из-за выбранной манеры работы я рисовала двумя небольшими синтетическими кистями. Одна у меня была небольшая, такая плоская от Даличи, и вторая, это круглая серия галерея, опять же, от Гаммы. Сегодня у меня естественным образом от того, что я видела вживую, подобралась ограниченная палитра для всех замесов. Это в основном кобальт синий, и небо, оно было просто чистейшим таким кобальтом, без всяких примесей, как будто из банки. А дальше ультрамарин, убороженная, зеленая, кажется, это ПГ-8, я не помню. Охра желтая и совсем немного кадмия желтого, кадмия оранжевого и кармина. Для того, чтобы гуашь не сохла в процессе, и в палитре, и на пластиковой палитре, я использовала распилитель. А само гуашь, которое в палитре, я некоторое время назад стала добавлять папайре капель гумиарабика. Так гуашь гораздо медленнее сохнет, а цвет краски изначально чуть более глубокий и насыщенный, чем без него. Я старалась одновременно не углубляться в детали и схватить светотень в общем. Хотя с мелкими кистями это такое себе, но при этом как бы добавить как можно больше деталей. Каждый раз, когда я заканчиваю этюд, я борюсь с этим чувством, что нужно еще что-то дописать, прописать. Я прямо себя физически останавливаю, и за то все время, что я занимаюсь живописью и рисованием, это чувство, оно у меня так и не прошло. В общем, у меня ушло где-то чуть больше одного часа, час пятнадцать, наверное. И потом свет ушел, руки замерзли, и я решила заканчивать на том, что есть. Получился вот такой небольшой гуашевый этюд на S с обзорной площадки. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok